1 2 3 4 здравствуйте добрый день снова юрий илюхин и фотошкола . бай с вами сегодняшний выпуск мы записываем на микрофон который любим любезно предоставлен нам магазином диапазон бай вот она магазин в минске магазин продает огромное количество техники как вы видите производители которые представлены на сайте их огромное количество и nikon и хоя и фламы мэнфрота и калстейс и олимпус тамрун магазин этот официальный представитель большого количества компаний и тамруна и такина и не сын и прочее хоря большое спасибо им за микрофон вот такая штучка вот он он компании flama конденсаторный микрофон почему я общением говорю дело в том что я очень долго искал микрофон для мака пришлось потом купить профессиональный студийный микрофон но он стоит у меня в студии я часто занимаюсь летучий дома и соответственно не мог записывать ничего сегодня проблема решена есть микрофон спасибо диапазон бай и будем писать новые ролики теперь из дома для начала несколько слов о том что предстоит у нас фотошколе в первую очередь это семинар дмитрий рухленко фотографиях путешествия он состоится 2 апреля буквально через 10 дней где дмитрий расскажешь не только о том как привести из поездки хорошие фотографии ну и как с помощью окупить поездку программа семинара есть на нашем сайте фотошкола . бай также стоимость его и фотографии дмитрия вы можете посмотреть как у нас на сайте вот они также и на его официальном сайте f9 фотос . ком смотрите как здорово здесь все красиво идем в портфолио и смотрим некоторые фотографии и решаем для себя стоит нам идти на семинар или нет я считаю что стоит ибо все мы путешествуем все мы фотографируем какую-то ерунду и потом сваливаем это все в кучу никому не нужно где-нибудь на хардвейске отметили расскажет как все это продать так чтобы окупить все наши путешествия далее не забываем что у нас идет набор на курс апрель-май на курсы курсы начинающих и практической фотографии курс начинающих это для тех кто только что купил фотоаппарат и думает с чего начать мы поможем определиться также цена и программа курса находится на сайте фотошкола . бай и курс практическая фотография это для практикующих фотографов которые ну никак не могут может быть выбрать свой стиль или хотят научиться судейной съемки съемки с искусственным светом съемки с постоянным или импульсным светом вот так же курс весь курс состоит из 16 занятий так же как и курс начинающих длится он два месяца два раза в неделю оплата у нас происходит в три этапа предоплата потом в первый месяц обучение во второй месяц обучить очень удобно и не слишком затратно и так это то что это сказать о предстоящем и перейдем к нашей сегодняшней теме тема небольшая с одной стороны вроде как небольшая другой стороны очень много вопросов возникает мы сейчас были на фото выезде белорусском 2016 года и там задали вопрос по поводу цвета кожи я уже много раз говорю что цвет кожи это дело сугубо субъективное то есть мы не можем знать данную конкретную минуту какой цвет кожи будет вот на эту фотографию данной модели потому что это зависит от множества факторов солнце она стоит в поле и желтых и дуванчиков или же наоборот из белых кита ромашек или она стоит в лесу и так далее мы либо мы можем фотографировать студии с гелями например цветными да и цвет кожи будет совсем другого света чем мы себе представляем это но однако же все равно все интересуются как это сделать чтобы как-то усреднить этот цвет кожи который будет нравится всем итак мы возьмем фотографию которую я сделал как раз таки там на фото выезде кстати кому интересно фотографии не только наша всех участников фото выезда можно искать по тегу в инстаграме фото выезд беларусь 2016 одним словом фото выезд беларусь 2016 можно посмотреть на фотографии участников этого мероприятия и так что мы сделаем мы посмотрим три способа изменения цвета кожи от самого простого до самого сложного давайте начнем я уже немножко подритушил эту фотографию чуть-чуть убрал какие-то вещи которые мне которые скажем так мешали но особо тут не ничего не изменял вот такая фотография как есть как видите она снята на улице снята с помощью софтбокса с дефлектором то есть на софтбоксе не одеты рассеивающие ткани одет наоборот дефлектор таким образом софтбокс становится огромной портретной тарелкой что дает нам очень такой заливной мягкий свет и не дают таких жестких бликов для улицы это фантастический свет очень рекомендую попробовать кто еще не пробовал ну либо приходите к нам на учебу мы у нас есть такие занятия на улице и так первый способ помощью которого можно поменять цвет кожи просто перерисовать цвет кожи нужно понять сначала из чего состоит цвет кожи до посмотрите на себя вот я сейчас смотрю на руку к желтоватая кожа хотя я не китайцы вроде бы но к желтата розоватая да где-то на ладошке на розоватая где-то на костяшках розоватая в основном она такая желтоватая это чтобы получить такую кожу нам нужно смешать несколько красок правильным у нас не просто желтого кто-то розовый смешением откуда мы получим от цвет нужно смешать какой-то розовая что у нас розовый фотошоп это цвет называется magenta такой розовата ярко-розовый такой да но если его использовать чуть-чуть то как раз получится розоватый как мы это можем сделать огромное количество способов опять же я сто раз уже утверждал что фотошоп это такой лего из которого можно строить все что угодно ну я привык это делать с помощью корректирующего слова levels уровнем открываем его идем синий канал и и как мы знаем вот он синий канал противоположный синему это желтый вот видите желтый сдвигаем немножко ползунок заливаем как бы в баночку наливаем желтого цвета идем зеленый канал как мы знаем положено зеленым это манженто вот она и прибавляем немножко манженто то есть добиваемся цвета кожи с путем слияние двух красок вот было а вот стало как видно цвет кожи стал совсем другой дал такой перекрасился естественно меняем масочку с белой на черную для этого нажимаем команды а или контру айна пися и прорисовываем нашу кожу вот она начинает меняться так не сильно заботимся о краях потому что он не будет менять как-то радикально что-то кроме кожи ну здесь я еще забыл сделать убрать красноту вот на руках ведь из краснота модель наша замерзла было очень холодно ведь у нее даже снег на голове в общем нужно еще сделать одно движение хью ситурэйшен идем в красный убираем немножечко ситурэйшен немножко прибавляем его чтобы получить сейчас посмотрим вот красный раз убрался меняем об этом я говорю в других уроках очень подробно поэтому я здесь не останавливаюсь на и вот убираем красный красноту на пальцах вот она у нас становится человеческой и так здесь там где мы меняли кожи я верну губки обратно и глазки обратно и так смотрим до после до после я могу на этом корректирующем слое уровне еще и в трех каналах вот тебе немножечко сдвинув тот ползунок осветлить кожу посмотрите чуть-чуть совсем все равно до после до после совершенно другая кожа можно также взять еще один корректирующий слой ситурэйшен привязать его к этому слою с помощью контурной маски для этого нажимаем alt control g или alt command g чтобы появился вот такая стрелочка появилась да у нас таким образом этот слой влияет только на ниженежащий слой и теперь берем снижаем немножко ползунок ситурэйшен совсем чуть-чуть вот так возьмем сейчас все эти слои в группу и посмотрим до после до после ну другое дело совсем назовем это color skin 1 отключаем его пробуем другой способ с помощью корректирующего слоя selective color открываем его и смотрим у нас здесь есть все цвета красный желтый зеленый циан голубой magenta и white это наши блики нейтрал что-то нейтральные все цвета и black это тени открываем красный и берем сначала убираем немножечко циан совсем чуть-чуть и с помощью ползунков добавляем красный немножко желтого идем желтый точно также убираем немножечко циан прибавляем magenta и желтого черный цвет нужно немножко потемнее сделать в белом немножко уберем черную краску и в нейтралях наоборот чуть-чуть добавим чтобы сделать конфлику более более контрастной смотрим до после до после ну вот здесь вот я бы даже не делал маску сейчас потому что вся общая тренировка картинки мне очень нравится до после но если таки сделать маску то есть только на кожу тогда мы увидим как поменялась кожи так белый цвет и сюда закрасим совсем чуть-чуть она очень очень аккуратно изменилась у нас сейчас мы вытащим из первого нашу руку чтобы она у нас сразу была без красноты вот так вот и посмотрим до после до после видно что же стало у нас прекрасный цвет кожи в группу а мы даже группу можем не это не собирает просто пишем скин color или color skin как нам будет удобно color skin 2 отключаем третий способ это он многим кажется сложным но на самом деле он довольно таки простой это так называемая корректировка по числам и существует некая такая таблица кстати таблиц совсем не догма кто думает что вот именно так она так должно выглядеть вот цвет кожи там кит цвета которые есть в этой таблице это коррекция это не совсем правильно я только что говорил что цвет кожи зависит от многих факторов до окружающей среды в основном от вспышек от цветовой температуры от настроения которые мы создаем то есть целая куча факторов которые влияют на это но как отталкивающий пункт да это вполне себе подойдет нам и так нас тут интересует телесные тона таблица на самом деле большим большая и рассказывает о многих вещах многих цветах и в природе и так далее да вот видите листва листва трава весной и ля-ля-ля тополя но нас интересует только телесные тона здесь представлены цвета в четырех цветовых пространствах и до биржи без rgb лап и 7 вайкей или цвет как его называют смотрите нас интересует именно 7 вайке и потому что в нем удобнее всего рассматривать color skin цвет кожи и так мы смотрим гламурная или белая раса это у нас 5 или 7 циана в гламуре будет одинаково манженты и ела в 4 раза больше чем циана 5 20 20 если будет 6 умножаем на 4 6 24 24 то же самое в белой у нас в циана 7 и в пять раз больше манженты и чуть чуть больше приблизительно 6 раз больше да ну чуть чуть больше ела то есть мы понимаем это соотношение и это единство что нам нужно нам не нужно запоминать эти цвета нам нужно понимать соотношение цветов и кей это черный цвет всегда по нуля этим и так возвращаемся обратно и смотрим какой же у нас цвет сейчас берем для этого пипетку и делаем такие настройки в кипятке point sample вот здесь вот делаем либо 5 на 5 либо 11 на 11 5 на 5 вполне себе нормально и ставим зажимаем shift на клавиатуре эти появляется такая точечка возле пипетки и ставим точку в тех местах которые либо равномерно освещены либо они у нас не испорченные визажем то есть вот здесь нельзя поставить да здесь у нас у нас скула нарисовано там да или где тут еще ну никак нельзя поставить да вот это основа тут на лбу например и вот тут например вот две точки которые мы будем рассматривать посмотри появились эти точки у нас открывается палитра info вот она в котором . номер один . номер два но в цветовом пространстве rgb нам не нужно rgb как вы помните мы рассматриваем 7 в окей для этого для того чтобы поменять цветовое пространство мы идем вот эту пипеточку и здесь меняем на си м вайке и как мы видим у нас вполне себе хорошо с черным цветом 00 но очень много цена здесь здесь его маловато 29 желтого очень мало и здесь тоже желтого меньше то в первую очередь нужно повысить желтый и вырвать как-то циан для того чтобы ну поправить сделать какие-то исправления мы делаем это с помощью кривых открываем корректирующий слой кривые идем в красный цвет держим палитру info перед собой и начинаем давайте я вот так поставлю и начинаем крутить кривую и так мне нужно сделать немножко меньше циана вот эта точка меня волнует больше всего вот 7 вполне себе нормально семью 35 должно приблизительно вы до 3433 вот так вот у нас мадженты и теперь ел увидим синий должно быть гораздо больше 33 38 39 вот так вот итак смотрим у нас в этой точке точно все хорошо 7 33 37 очень хорошо в этой точке в 1 у нас 223 28 давайте попробуем ее сейчас немножко тут подвигать куда-то 429 32 ну вполне себе 528 32 в общем то все хорошо соотношение совсем правильно немножко на светлее но для этого мы пойдем еще и в мастер кривую там где все три канала же беда и возможно чуть-чуть поднимем контраст и не контраста просто немножко осветлим все это дело 628 отлично все хорошо одеваем масочку черную и прорисовываем только что только нашу кожу ведь его сразу становится совсем другой не забываем вернуть губы глазки я в прошлом видео по моему об этом уже говорил когда мы делали красный выбирали красный цвет да мы обязательно возвращаем всегда глазки и губы не забываем это делать никогда когда занимаемся какими-то цветокоррекциям потому что глаза и губы как вы понимаете пострадают при таком подходе возвращаем их обратно есть есть и губки 4 смотрим до после до после до после вот вам еще один способ итак давайте назовем его color skin 3 и повторим все три способа первый самый способ был с помощью уровней где мы синим канале длинули ползунок зеленом канале сделали ползунок и потом через масочку прорисовали нашу кожу давайте посмотрим до после до после второй способ это способ с помощью корректирующего слоя selective color мы подвигали ползунки в красном и желтом сделать на свой вкус и цвет до после до после и с помощью так называемый цвет по цифрам когда мы высчитали посмотрели соотношение цвета кожи по таблице цвет коррекции я дам линк под видео на эту таблицу и соответственно я бы здесь и правда пасите бы убрал немножечко вот так вот сделали цвет кожи совсем другим ну вот такой вот урок надеюсь что теперь все вопросы пропадут если кто-то что-то забудет можно залезть сюда и посмотреть спасибо за внимание ставьте лайки подписывайся на канал так это рационная фразу всех теперь я ее буду говорить на самом деле это важно для нас потому что мы видим что раз это интересно кому то значит мы будем это делать спасибо за внимание еще раз и до свидания пока пока субтитры сделал DimaTorzok